Приветствую вас. Я вам отвечу с точки зрения психологии, потому что вы задаете свой вопрос именно в раздел «Психология». И совершенно очевидно, что, первое, нужно разобраться с тем, для чего вам отношения, в принципе, зачем они вам нужны. Дальше, разобраться со своим, со своей моделью женского поведения. Потому что тот факт, что у вас нет отношений, свидетельствует о том, что именно вот модель женского поведения у вас не такая, которая, условно говоря, мужчин, ну, мужчин привлекает, скажем так. Вот. Возможно, вы их опалкиваете, ну, мужчин, я имею ввиду. Вот. Как-то. Ну, просто, просто как-то. Просто как-то отталкиваете мужчин, вот, от себя. Сами, собственно говоря, того, того, ну, сами того не желая. Вот. Отталкиваете мужчин. И это, конечно, может играть определенную роль в том, как и что у вас, собственно говоря, получается. Как именно вы выстраиваете отношения с мужчинами. Следующий пункт, на который стоит обратить внимание, это аспект ваших глобальных жизненных целей. То есть, вот, непосредственно, что вы, ну, вообще, вот хотите, да, что вам вообще важно. Вот. То есть, куда вы хотите, ну, по жизни двигаться вперед. То есть, кем вы хотите, кем вы хотите стать, чем вы хотите заниматься в жизни, что для вас цены, как вы эти ценности предваряете в жизни, насколько вы удовлетворены своей жизнью. Вот. И далее это то, что вы хотите получить от отношений. Непосредственно. Что и почему вы хотите получить от отношений. А вы говорите, что у вас за 23 года были всего лишь одни отношения. Вот. И, ну, по-видимому, речь идет о том, что вам этого мало. По-видимому, речь о том, что вам хочется больше. И вот нужно проанализировать, почему эти отношения закончились, что послужило причиной отставания. Ну, вот. Проанализировать ваше поведение в отношениях, вот. Ну, и, соответственно, скорректировать его. Вот. Потому что это очень все влияет, достаточно сильно влияет на то, как вы выстраиваете свою личную жизнь. Вот. В целом же, в целом же, личная жизнь, она часто, на мой взгляд, воспринимается, ну, совершенно не так, как должна восприниматься. В том смысле, что, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Личная жизнь – это именно жизнь личности. И от того, какая вы личность, от того, что вы представляете из себя как личность, вот от этого зависит будущее ваших отношений, будущее ваших отношений с мужчинами как раз таки, вот, поэтому здесь нужно смотреть, на мой взгляд, именно на это, здесь нужно исследовать именно это, и когда, возможно, вы лучше будете чувствовать, знать и воспринимать себя, вам будет легче, собственно говоря, выстраивать отношения с мужчинами, вот, то есть вы будете, ну, как-то вот, более, более целостно себя понимать, более целостно себя воспринимать, и, значит, людей других тоже. Кстати, сложность построения отношений может быть связана еще и с тем, что вы не принимаете до конца себя, значит, не можете принять до конца и другого партнера, ну, как своего партнера потенциального. Вот. Сложность может заключаться и в том, что вы выстраиваете отношения с мужчинами, чисто как с мужчинами, но не как с личностными людьми. это тоже может оказывать негативное воздействие. Вот. Нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.